Некоторые жители Чувашии по-прежнему доверяют сообщениям о заблокированных банковских картах. Мужчина позвонил на указанное сообщение номер. Ответивший объяснил, что для разблокировки нужно перевести все деньги на другой счет. Что и сделал житель Новочбоксарска. Он перечислил 38 тысяч рублей на сотовые номера, что были зарегистрированы в Самарской области. Об этом сегодня рассказывает Авторадио со ссылкой на МВД Республики. Еще один случай произошел уже в Шумерле. Жительница города позвонил неизвестный и рассказал, что ее дочь задержана сотрудниками госнаркоконтроля по подозрению в преступлении. Звонивший также предложил перечислить на номер сотового телефона деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело. Женщина перечислила 10 тысяч рублей. Столько было в наличии. А потом позвонила дочери и выяснила, в криминальной ситуации та не попадала. По данным следователей, мошенники тоже действовали за пределами Чувашии.